Добрый день, уважаемые радиослушатели. На частоте 94FM работает радиостанция «Консомольская правда» в эфире программа «Батков и Багдаев». Против, несколько десятков политиков, известных общественников обратились с очередным письмом президенту России Владимиру Путину по поводу бывшего главы бюллетия Владимира Наговицына. Подготовив новое письмо, политики, а также уважаемые граждане республики, дисциплинированно выждали до даты выборов президента России, чтобы, видимо, не раскачивать лодку накануне судьбоносных выборов. И только сейчас, когда эти выборы остались позади, они решили дать ход этому письму, пишет коллективный блок газеты РБ. В документе говорится, что за 10 лет своего пребывания главой Вячеслав Наговицын республика Бурятия из стабильных середнячков среди регионов нашей страны превратил в субъект аутсайдер, которого по основным социально-экономическим показателям стал занимать 85-е место в России. Вот каннибализм своего рода со стороны нашего виппенсионера. Подписали его в основном виппенсионеры, которые требуют теперь уже увольнения Наговицына с должности сенатора. Считают, что он не достоин представлять в Совете Федерации республику Бурятия. Есть люди подписантов, все тот же, значит, Александр Лупсанов, Николай Кондакол, бывший депутат Госдумы, Михаил Семенов и прочие-прочие виппенсионеры среди действующих политиков. Там, значит, засветился Батой Семенов, Валерий Доржиев, депутаты, Екатерина Циренова. Всего около 40, значит, наших пенсионеров теперь уже повторно, как пишут журналисты, обратились. Раньше они обращались за отставку Наговицына с должности главы Бурятия. Теперь они хотят его, видимо, добить. Как говорится, пауки в банке разобирались, едая уже друг друга. Совершенно правильно. Ты все-таки сделал акцент на том, что виппенсионеры, ну да, это одни махровые виппенсионеры. И каждый на своем определенном жизненном пути находился на руководящих республиканских должностях. Там же и вице-спикеры, значит, вернее, бывшие спикеры народного хурала, просидевшие кто срок, кто два. Там и депутаты народного хурала, там и депутаты Государственной Думы. Все они на каждом своем определенном жизненном пути или закрывал глаза, не обращая внимания на развал республики, или какими-то другими... Активно подыгрывал, особствовал, активно подыгрывал. Тот же Лупсанов активно подыгрывал. И я неоднократно обращался с заявлением в проходные органы, когда он в Москве на ауди одного из бизнесменов, руководителей банка, отдал ему, а может быть даже и продал, государственные номера, под которыми должна была ездить и должна была быть зарегистрирована, зарегистрирован автомобиль, который должен был возить его по Москве. В Лупсаново. В Лупсаново, да. Поэтому он со спокойной совестью передал, значит, этот номер. Номер был повешен, я как сейчас помню, на ауди 5, а одному, значит, банкиру там очень много средств массовой информации писали. Поэтому все эти махровые пенсионеры действительно ведут себя как каннибалы. Почему-то они это все действуют тогда, эти заявления делают, когда это уже абсолютно никому, честно сказать, неинтересно. Вот ты делал, делал заявление по отставке на Горицыно, я делал такие же прогнозы по отставке. Никто нас не поддерживал. Ну, никто не поддержал. Да вот того же... Ну, как только, значит, его не согласовали, как только его отправили в отставку, тут же все начали кричать, бить себя пятками в грудь и говорить, да, это мы спасали республику все эти годы от гнета на Горицыно или от гнета Потапова. Поэтому я считаю, это чисто водилицемериями и действительно те люди, которые приложили усилия к тому, чтобы на Горицыно не назначили на очередной срок, это Багдаев и Бобков, которых вы слышите и видите в передаче «Багдаев и Бобков против». Ну, я помню, Игорь Александрович, вы приходили ко мне на программу и такое рассказывали про на Горицыно в январе прошлого года, когда оказалось, что все, он будет еще 10 лет проявить республику. Такое говорили, что мне волосы чевелились на голове. Ну, давайте вернемся к этому обращению к Путину и процитирую. Они пишут, что у руля власти в истории нашей республики до сего времени не было такого руководителя дельца, подверженного коррупции и одновременно слабого управленца. На Горицыно в письме упрекает в активной деятельности постам о пиарах, когда он часто выдавал желаемое за действительное, за что в народе он получил прозвище «сказочник». Также в письме отмечается, что с его приходом значительно увеличилась численность аппарата администрации главы Бурятии. Многократно повысили денежные средства в бюджете на освещение положительного имиджа на Горицыно. Уж что-что в своем-то глазу бревна не видят, эти все подписанки этого письма, ведь пенсионеры, у них эти пенсии сразу в 10 раз увеличились именно с приходом на Горицыно. Почему это произошло? Потому что было связано с окладом главы Бурятии. У Потапова был оклад 90, на руки он получал порядка 150 тысяч. На Горицыно же потребовал, вы помните, увеличение до 450 тысяч, то есть в 5 раз. И соответственно получал на руки 750. И автоматически эти взлетели в пенсии с 20, у кого до 80, у кого до 160, у кого до 200, у Потапова до 370. Вот жена Потапова, Нина Владимировна, ее встретила как-то на улице. И она говорит, я пришла в банк и была ошарашена, какая-то неслышанная сумма упала. 370 тысяч пенсии. Тогда они должны быть благодарны ему. А пенсии-то они отказываться не хотят. А канать на Горицыно? Пожалуйста. Совершенно правильно. Значит, трепать они его сейчас готовы. Когда выборы президента России закончились, то, чтобы отказаться от своих вип-пенсий, они таких заявлений тоже делать не будут. Хотя порядка 270 миллионов республиканского бюджета уходит на содержание вип-пенсионеров в республике, которых, уважаемые радиослушатели и телезрители, если вы помните, свыше тысячи человек. Естественно, кандидат, вернее, депутат, бывший коммунист Кондаков. Естественно, в бытность, значит, с Питера Семенова был инициирован вопрос о принятии этого закона. Он был принят в 2001 году Лупсанов, значит, дальше ратифицировал его и продолжил. Когда, значит, уже Скосырская там инициировала, значит, внесение туда поправок, и втихушу его протащили посредством своей фракции. Поэтому все они должны быть благодарны на Горицыну. Они должны выступить с инициативой поставить на Горицыну в республике памятник, как вид пенсионеру, как одному из махровых вид пенсионеров. Как это еще интересно, Потапов-то с ними не подписал это письмо. Видимо, хватило совести не влазить в это дерьмо. Ну, возвращаемся к письму. В нем пишется, за счет бюджета на Горицыну был приобретен коттедж, который был обставлен итальянской мебелью. В нем он поселил своих родственников, приехавших непонятно откуда. Через некоторое время эту мебель списали, как якобы попавшую под затопление и вывезли куда-то в Подмосковье. За это время он проживал за городом, в служебном коттедже, в живописном месте со всеми бесплатными бытовыми услугами и круглосуточной охраной. И таких негативных историй связано с этой семьей целые тома. Например, с племянником Сергеем Шабаловым и другими членами семьи. Какие смелые-то стали. Все это же писали. Они Америку-то не открыли. Все эти 10 лет мы, журналисты, об этом говорили. И все они благополучно отмалчивались. Совершенно правильно. Ведь никто из них не взял в руки перо и не написал заявление в правоохранительные органы. И если становятся факты каких-то криминальных деяний, противоправных нарушений, берите в руки бумагу с ручкой и пишите заявление в Следственный комитет. Все видели, все слышали, все знали. Никто из них близко даже не взял на себя ответственности, чтобы обратиться в правоохранительные органы по подобным фактам. Сидели и ждали, когда эта ситуация автоматически или рассосется, или же в бытность нахождения Нагорицына на своем посту. Просто ждали и желали, чтобы он остался и правил долгие-долгие годы. Потому что он сохранил неприкосновенность вип-пенсии. Он оставил и не стал даже близко трогать этот пресловутый, омегархический, буржуазный, чиновничий класс. И не дал с него даже упасть волосу с головы. Я помню, как голосовали в Урале в 2012 году, когда было повторное назначение Нагорицына. Кто выступил-то против? Даже те же коммунисты Будожапов клялись верностью и говорили, что Нагорицын наш, наш наказывали. Коммунисты! Совершенно правильно. И после этого еще плясали чечетку, значит, на Нагорицына. Ведь если бы я кричал с трибуны, что это позор? Ты кричал, совершенно правильно. И я фактически придержался своей принципиальной позиции, но у меня не было тогда достаточных оснований и фактов все-таки судить о какой-то его негативной, далеко отрицательной деятельности. С подобными фактами я стал знакомиться, изучать их гораздо позже. Давайте вернемся к этой теме, к следующей части нашей программы. На частоте 94FM продолжает работа радиостанция «Консомольская правда». Вы слушаете программу «Бабков и Багдаев против». Возвращаемся к письму в сороках. И вот помню, в Китае после смерти Мао Цзэдуна была так называемая разоблачена банда четырех. Вот это, наверное, можно назвать бандой сорока. Вот сорок человек теперь навалились всем, значит, всей гурьбой на бедного Нагорицына, который сейчас отсиживается. Значит, так называемым отстойники, как называет Совет Федерации, после его добровольной отставки в прошлом году, в феврале прошлого года. Так вот, возвращаемся к этому письму. И там говорится, цитирую, «Бытность бездарного руководства Нагорицына на ДЖА. Была разрушена экономика нашей республики. В последние годы мы жили в условиях постоянного снижения собственных доходов и роста долговых обязательств, составляющих к концу его правления 17 миллиардов рублей». В письме задаются вопросы. Почему кредиты брались в частных банках? Как вернуть средства, ушедшие по коррупционной схеме, по раввику и по мусороперерабатывающим заводам? Да никак! Почему «Бытность» главой Нагорицына резко выросли тарифы ЖКХ и по электроэнергии? Почему многие предприятия обанкротились? Байкал, Фаром, Макбур, Антай и другие. Более 40 предприятий. Почему оказалась завалена программа по Байкалу и воспроизводству ОМОЛИ? Они кому задают вопрос? Они эти вопросы должны были задать себе. Почему? 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 А они позволили это все сделать. Все предприятия, которые они перечисляют, предприятия, которые многие лжедеятели политической республики постоянно перечисляют. Это все предприятия частные. Как исполнительная власть может регулировать взаимоотношения в Макбуре, в Байкал-Фарме? Вот мы сейчас до Байкал-Фарма дойдем. У тебя есть же материал, что руководитель Байкал-Фарма, олигарх, стал нищим. Мы дойдем до этого. Поэтому, при чем здесь исполнительная власть? А республика покатилась под откос в бытность Потапова. И я был тогда председателем комиссии по противодействию коррупции. И все факты я эти, я их обнародовал, я их изыскивал. Подвергался гонению со стороны того же Лупсанова. Подвергался прессингу. Меня лишали слова, отключали звук в моем микрофоне на честь всех народного хурала. А то, что происходит с Наговицыным, да, Наговицын виноват. И есть его бесспорная вина. Но меня поражает цинизм всех этих подписантов. Когда нужно было говорить, молчали. Когда нужно было действовать, бездействовали. Были молчаливыми сподвижниками всех этих беззаконних. А сейчас, конечно, плюй, как говорится, как там есть поскольку, значит, умирающему или уходящему льву, стареющему льву. Плюй сколько хочешь, потому что знаешь, что сдачи не будет. Ну и заканчиваем обсуждение этой темы. Автор письма возмущает высказывание, что Наговицына, высшее руководство страны, поблагодарило и оценило его хорошую работу. Хотя мнение народа совсем другое. В заключении письма авторы просят президента России избавить республику Наговицына, поскольку его негативный опыт дискретирует государственную власть. У нас есть достойные люди, которым представляют республику Советы Федерации. Очень, кстати, ключевые слова. Президент России уже сделал свое дело. В прошлом году отправил Наговицына в отставку. Что он еще может сделать? То есть они хотят, чтобы Путин заставил Цыденова отозвать его из Совета Федерации. Но это с законной точки зрения практически невозможно. Он, Наговицын, должен либо вынести вперед ногами, либо он должен добровольно оттудить. И насчет достойных людей. Сразу возникает вопрос. Кто стоит за этим письмами? Я вам хочу сказать, видимо, Ильинчей Матханов, который, вы помните, да, кандидатом Алексея Цыденова на прошлых выборах Совет Федерации. Он и Татьяна Матханова. Вот откуда ноги растут. Совершенно правильно. Ты, не видим. Но уходит Наговицын, кого он назначает? Либо Татьяну Матханову, руководитель компании «Ригус», либо Ильинчей Матханова. Да, вот это ты здорово предполагаешь. Я, как-то честно сказать, об этом сразу не подумал. А сейчас-то действительно в этом есть определенная логика. И запрыгну, значит, там в сенаторское кресло. Но в любом случае, конечно, кто-то является закоперщиком этих процессов. И со временем мы дадим оценку твоим словам. Спасибо.